Тот, кого вы называете супругом или супругой, — это человек, с которым вы соприкасались. И это создает некий уровень памяти. Вся ваша система пройдет через определенный уровень страданий. Это не только эмоциональный и психологический процесс. Это физический процесс. Чтобы пройти через это легко и безболезненно, осознайте полноценность этой жизни. Сейчас я переживаю развод, и мне кажется, что часть меня умирает. Как мне преодолеть эту боль и жить дальше? Вы должны понять. То, что вы называете собой, — это огромный объем памяти. То, что представляет из себя ваше тело, просто определяется его генетической памятью. У вас нос вашей матери, цвет лица вашего отца, еще что-то от вашего дедушки. Просто потому, что то, что вы называете своим телом, — это сложное слияние воспоминаний. В вашем теле живет очень древняя память. То, что вы называете своим умом, — это память на 100%. Во многих отношениях вы представляете из себя огромный массив памяти. И память закладывается в вас по-разному. Через все пять органов чувств ваша память накапливает то, что вы видите, слышите, обоняете, чувствуете на вкус, к чему прикасаетесь. Среди этих пяти способов наполнения памяти Самые глубокие формы памяти — это зрение и осязание. В особенности то, к чему вы прикасаетесь. Среди этих пяти способов это создает определенный уровень памяти в вашей системе. Тот, кого вы называете супругом или супругой, — это человек, с которым вы соприкасались. И это создает некий уровень памяти. И теперь те двое, кто объединил свои эмоции, тела, ощущения, жилища, разрывают все это на части. Две памяти во многом слились. Это все равно, что разорвать себя. И это будет нелегко по многим причинам. Но в то же время сам факт того, что вы разводитесь, означает, что вы хотите каким-то образом покончить с этой памятью, стереть, если не саму память, то того, кто был вашим супругом или супругой, того, кто во многом был частью вашей жизни, кого со временем по какой-то причине вы стали ощущать как балласт, от которого хотите избавиться. Вы хотите от него избавиться, но оказывается, что этот груз вы несете недобровольно. Это то, что компульсивно к вам пристало. Если вы пытаетесь оторвать от себя то, что пристало к вам компульсивно, будет больно. Даже если вы решили, что больше не можете выносить этого человека, все равно будет больно. Просто потому, что вы пытаетесь вырвать память, которая является вами. Потому что вы — это накопление памяти. Вы выстроили память о своем супруге или своей супруге, и вы не можете просто так избавиться от этой памяти. Если вы сделаете это даже мысленно, психологически, если вы готовы это сделать, вы все равно увидите, что ваша система неизбежно пройдет через определенный уровень страданий. Даже если вы эмоционально, психологически уравновешены и можете с этим справиться, ваша система пройдет через определенный процесс. Особенно, если вы потеряете супруга в результате развода или смерти. Вы увидите, что когда его больше нет рядом, память об этом человеке в вашей системе проявляется гораздо сильнее. Особенно, когда супруг или супруга умирает, вы ощущаете, как память об этом человеке проявляется в каждой клетке вашего тела, если вы прожили вместе достаточно долго. Это не просто эмоциональный и психологический процесс. Этот процесс очень физический. Так что развод — это добровольная смерть. Вы решили в некотором смысле убить то, что является частью вас. Именно по этой причине, обладая таким пониманием творения и того, как функционирует система, вам всегда говорили «быть вместе, пока смерть не разлучит вас». Потому что об этом существует физическая память, и тело не может прийти к равновесию так, как это делает ум. Ум может принять решение и развернуться, но тело на это не способно. Чем больше памяти вы закладываете в него, тем больше оно впадает в замешательство. С однотипной памятью тело справляется гораздо лучше. Теперь, по какой-то причине вы решили развестись. Не будем вдаваться в детали, но, конечно, лучшим решением было бы этого избежать. Но если по какой-то причине это стало для вас неизбежным, вам нужно понять, что развод, по сути, означает, что вы решили убить часть себя, потому что то, что вы называете собой, это просто определенный объем памяти. Как справиться с этим легко? Большинство людей думает, что лучший способ пережить развод — это тут же создать новые отношения, подобные прежним. Нет. Это приведет к гораздо большему напряжению и смятению в вашей системе. Очень важно, чтобы у тела было достаточно времени для того, чтобы проработать эту память. Достаточно времени, чтобы создать с этой памятью определенную дистанцию. В противном случае вы придете к тому, что достичь умиротворения и радости в вашей жизни станет чрезвычайно трудной задачей. Поэтому важно провести этот процесс спокойно и безболезненно, так же, как важно спокойно и безболезненно управлять каждым аспектом своей жизни. Вы расстаетесь только со своим супругой или супругой, вам не нужно расставаться с собой. Но нужно понимать, что вы уже расстались с собой. Вы расстались сами с собой. Ваше существование было взращено созданием связи, партнерства или бремени. В зависимости от того, как вы это устроили, чтобы в какой-то степени ощутить себя полноценными. Большинство подобных партнерств заключается потому, что в одиночестве вы чувствуете себя ограниченными, неполноценными. Но это не то, какой является жизнь. Это полноценный жизненный процесс сам по себе. Он не нуждается в содействии и зоне. Теперь, когда вы постепенно подошли к такой ситуации, пришло время заглянуть внутрь себя. Вы все равно переживаете развод, чего можно было бы избежать, но так случилось. Тогда хотя бы не разводитесь сами с собой. Когда я говорю с собой, я говорю не о вашей памяти, а о том, что накапливает память, то, что лежит в основе вашего творения, вашего существования, вашей жизни, не расставайтесь с этим. Пришло время понять полноценность того, чем является эта жизнь. Пора вам открыть, что эта сущность самодостаточна. Она не нуждается во внешнем содействии, чтобы оставаться такой. Когда она живет в обществе, она зависит от других, но основа ее существования, ее равновешенность, ее пространство, ее потенциал — это законченный процесс сам по себе. Зависимость от других людей определяется только нашими внешними запросами. Но наше внутреннее существование полноценно само по себе. Вы разводитесь с супругом или супругой, и это уже достаточно плохо. Так что не разводитесь сами с собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова